всем привет сегодня 6 сентября начал собираться очередное путешествие поеду на байкал снял сидушки такая у меня получилась большая площадка сейчас сюда поставлю раскладушку продуктишки скидаю и так там все по мелочам буду укладываться ой волкодавина махар иди ко мне отвязалась дерзкая волкодавина у меня тут потихоньку подрастает но его собой брать не буду слишком он подвижный ничего не даст поснимать вот поедем с людьми вдвоем иди на место махар место сидеть сидеть несмотря на то что он такой жалобный с виду он очень дерзок и хитер кровать готова так запаску еще пасочку комплект это вот он зимние как раз на нее одного хватит одно свое одно такое дорога как ни крути длинная дания запаска лишнего будет как раз как будто под нее место и 2 здесь у меня под низом вот вот так немного волнуюсь перед дорогой у меня так всегда все ли необходимо я взял с собой какой будет дорога а в тех местах еще ни разу и не бывал хоть и не раз проезжал рядом с ними сначала планирую проехать поселок бугульдейку отверну на дорогу к ней в селе касаясь степь пишут что там хорошая накатанная грунтовка далее вернусь из бугульдейки по грунтовой дороге к деревне петрова в село яланцы от яланцов поеду в тажиранские степи руководствую столько информации из интернета которые очень много но маршрутов как именно проехать по всем достопримечательностям тажиранских степей и интересным местам в той местности я так и не нашел было несколько частных рассказов путешественников с примерными маршрутами надеюсь они мне помогут так ну все вроде все сложил уже стемнело что у меня газовый баллон канистры тормозов антифриз под раскладушку продуктишки набил зрительно вроде немного вещей но все компактно сложил на самом деле и больше здесь у нас что ну тут также колесо одежда дров прихватил еще с собой уж и не знаю как там сейчас дровами тоже женских степях ни разу не был так что пусть будут на всякий случай вот ну на этом сегодня все завтра стартуем стартуем завтра выезжаем в деревню жердовка жердовки на 46 километре получается между 46 и 47 километром вот тут камера висит вот она смотрите слева на столбе вот она фиксирует скорость ну то здесь никаких не этих не пометок ничего нету на асфальте не нарисовано что ведется видеофиксация самогоночки взял будем бурханить и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» такое местечко остановиться чая попить перекусить Солнце выглядывает Сейчас на Бугульдейку приеду, наверное, солнечно будет На 34-м километре от ворот направо дорога пошла через мост в сторону Головустного Про эту дорогу отзываются по-разному Сухую погоду можно проехать на легковой машине В дождливую же погоду эта дорога становится труднопроходимой даже для подготовленных внедорожников Также по этой дороге иногда ездят лесовозы, они ее и разбивают На пути есть брод через реку, глубина его зависит также от погоды До Малого Головустного расстояние 85 километров До берега Байкала в поселке Большое Головустное 125 Но есть туда и другая хорошая грунтовая дорога из Иркутска Ну здесь она какая уже широкая Становится река 37-й километр Красиво уж очень Остановиться надо посмотреть Заснять всю эту красоту Камни такие разбросанные Не знаю Поднимается эта река, разливается нет Ой, нифига гора какая Вообще видок захватывающий Сейчас раз и камни сюда вниз полетели Наверное так и есть Наверное вот с горы валятся сюда Со скалы с этой Вот река Бежит, текет, река все больше и больше Все шире и шире Значит где-то уже скоро она должна впадать В Байкал За портом 15 градусов Но по ощущениям как-то холодно стало Холодновато 40-й километр Бугульдейки так и нет Ой, ой А, вон она, Бугульдейка По километражу показывает У меня 225 проехал От Иркутска Бугульдейка Куда тут ехать не знаю Поеду вдоль речки Река должна, думаю, привезти К Байкалу Краффити какое-то там Это разрисовано в стиле Краффити Здание заброшенное Коровки тут ходят О, скала Да-да, красивая какая скала Так, прибрежная защитная полоса Ну-ка, выйду Так, что тут у нас Фишут Прибрежная защитная полоса Загонодательство В Российской Федерации Установлен специальный режим Осуществления хозяйственной деятельности Ребятки, не подскажете Как здесь проехать Я не местный Куда нужно ехать Здесь, видимо, мост был Что-ли Или что-то тут Внешне похоже Что как будто бы Тут мост был Да, сплыл Походу Смыло его Музыка 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 на легковой машине сюда спокойно можно добраться с маленьким дорожным просветом вот мост там однако тоже мост по ходу был что ли возможно так купание запрещено ну да здесь только и купаться по колено воды так что тут за указатель чё там да сюда тыры пыры что еще там а имение заречная вот она где-то там заречная там слышал какой-то типа у них ну как музей такой там всякие интересные штуки есть этого не поеду я музеями особо не интересуюсь мне больше пейзажи красивые притягивает уважаемые посетители прибайкальского национального парка соблюдайте правила посещения на особо охраняемой природной территории добро пожаловать добро пожаловать добро добро доброе дорога он там заканчивается упирается в обрывистые скалы и проезда нет судя по всему буйки плавают чайка полетела он еще одного их там несколько так ух сколько их много а и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот пожалуйста, может кто-нибудь захочет дом снять На мраморный карьер поеду Дорога вот сюда идет Магазины здесь есть Вот один, я еще один проезжал Только что мне попадался На пути Вот эта деревня Дорога ведет До деревни Таловка Ну как мне местные тут объяснили И на мраморный карьер Ориентир Вот это оранжевое кирпичное здание Тут что еще, магазин Магазин только что проехал Там еще то ли детский садик То ли что Какая-то была такая-то площадка Вот, и у местных спросил Сказали, что вот по какой-то дороге Ты в гору поднимаешься И, говорит, карьер этот увидишь А вот эта дорога справа идет На деревню Таловка Таловка там Петрова Ну, короче На еланцы По ней выехать можно Вон Белые мраморные Скалы видно И кладбище здесь Белые камни Такие внезапно начинаются Нифига Куски обалденные Такие Еще красивые Мрамору Мрамору Все-таки надо было, наверное, по той дороге ехать По основной Ну, ладно Тут первый раз Поэтому приходится немного плутать А, о, какая Какой видок Ну-ка, сейчас остановлюсь Просторный Простор какой Так Настоящий, нет? Нет, деревянный Огромные белые камни Белый мрамор Так Как это Вот отсюда Пому вид Хороший Вот она И ветер Бугульдейка Здесь называется И река Бугульдейка И деревня Бугульдейка Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Интересно, кто-нибудь падал вниз уже сюда или нет Как по такой лестнице спускаться-то Нафиг надо Еле живёхонько Ну, собственно говоря Вот Такой вот вид На этом, наверное, всё Поеду я до Ялонцов По вот этой грунтовке Сейчас посмотрим Что за дорога Субтитры сделал DimaTorzok Выезжаю на грунтовку В направлении деревни Петрова На пятом километре от Бугульдейки Есть отворот Деревни Куяда Это небольшая деревушка С населением 30 человек Расположена на территории Малой Бугульдейки Там же находится Одноимённая база отдыха В распадке С видом на Байкал Проезжаю мимо Время близится К 6 часам вечера Хочу успеть До темноты Добраться к Тажажанским степям И там найти стоянку Для ночлега Грунтовка отличная Что от Косой степи До Бугульдейки Это расстояние 40 километров Что от Бугульдейки До Петрова Расстояние 30 километров Да и Ялонцов От Бугульдейки Чуть больше 40 Проехать можно На лиховой машине Даже в дождливую погоду Дорога как река Течет кристаллика По лёгам облака Солью стряковью И повернуть назад Сейчас никак нельзя И трудно быть в ладу Самим собою Дорога как река Течет кристаллика По лёгам облака Солью стряковью И повернуть назад Сейчас никак нельзя И трудно быть в ладу Самим собою А вот старый тракт Туда развилка была Это и есть старый тракт Так, а мы получается Выезжаем на новый И эта дорога Пойдёт уже На Ялонцы Слева никого Справа никого Далее по дороге Перед въездом в Ялонцы Стоит беседка И столб СРГ На этом месте Более ста лет назад Был расположен Улус Шулута В котором проживал Самый известный В этих краях Предсказатель Барнашко Барнашко Это в русском произношении В бурятском произношении Барнашхэ Что означает Весёлый врун Прозвали его так Потому что Предсказания его Не сбывались при жизни А после смерти Многие предсказания Стали сбываться Одно за другим О жизни предсказателя Барнашки Известно мало Не сохранилось Ни одной его фотографии Личные вещи Документы Или какой-нибудь записи Исследователи его жизни Расходятся даже В правописании его фамилии Балтханов Бартагаев Или Арганов И даты его рождения Известно лишь год его смерти 1924 Известно, что Барнашко Провел в скитании 19 лет Обойдя всю бурятскую землю Вернувшись Начал предсказывать Похоронили же деда Барнашко Именно так Как он завещал Тело его положили На специальный помост Сооруженный где-то В Прибайкальской Тажиранской степи На сегодняшний день Это место затеряно И никто не знает Где оно находится Перед смертью Старик говорил Что пройдет сто лет И на его костях Выступят письмена И будет в этих письменах Написано о будущем Всех бурятских родов Сам же старик Был неграмотный Пророчества свои Не фиксировал Просто рассказывал Землякам о том Что открылось ему А те передавали дальше Страшные и малоприятные Пророчества Барнашки Из уст в уста Очень скоро Все то, что предсказал старик Стало известно По всей Бурятии Очень может быть Что уже через 6 лет В 2024 году Исполнится еще одно Пророчество Барнашки Будет найдено место Его захоронения И на его костях Обнаружатся письмена С новыми предсказаниями Бензинчика Так 92-й мне нужен 92-й Вот, раз нефть Получилось У меня 28 литров Влезло сейчас До полного Итого Получается 10 литров Опять на сотню Отлично Отлично 278 километров 28 литров Вошло Вот Ух ты бля Ух ты бля Что ж надо так Лехачить тут Еще Ага Еще один Так Так Ой, ой Что ты Важные писи Полетели важные писи Ты посмотри-ка Куда деваться-то Смертным На обочину Переждать Наверное Надо было Илонцы Остались Позади Впереди Тожаранские Степи Начинаются Да Да вот Собственно Вот они Все это Уже Начинаются Они Река Анга На нее Не поеду Поеду Дальше Так Значит Первое Что здесь Можно посетить В Тожаранских Степях Это Бухта Усть Анга Сюда Направо Вы скажете А что же Это за степи Такие-то Ведь одни Горы Кругом Ну вот Такие они Тожаранские Степи Улус Или Ферма Трактор Стоит Выезд На лед Запрещен Что-то Зимнее Предупреждение Какое-то Провод Похудай А это Скважина Вода Что-то Ничего не Повел Или провод Вода Так-так-так-так Только Только Не пугайся А то Дернется Напугается И По этой Дороге Одной Из Примечательностей Тожаранских Степей Вот Мы Сможем Посетить Это Бухта Устьянга Но я думаю Сегодня Особо Так не буду Детально Тут все Снимать Изучать Толком-то Тожаранские Степи Не знаю Был Только в Устьянге Вот здесь И Был Бухта Ая Еще Местечко Там одно И все Больше Тожаранских Степях Не было И то Так Бегом Бегом Ничего Толком Тут Сам Не видел Далее По дороге Еще один Улус Попался Здесь Вот так Вот Здесь Вот так Вот Печка Топится Вечер Уже Короче 7 часов 10 минут Скоро Будет Темнеть Так А дальше Я и не ездил Либо Вброд Либо Врод Компот Либо Где-то Сверху Объезд А где Он Сверху Я ХЗ Сейчас Посмотрим Пойдем Ну Здесь Вброд Конечно Я не Поплыву Потому Что Плавать Не Умею Красота Ну Вид Шикарный Конечно Так Я смотрю Там Дальше Дорога Вроде Как Есть Пойдем Изведаем Там Дорога Я вижу И в гору Пошла На самый верх Ну Че Как Вот сюда Заезжать Я не знаю Теоретически Это можно Тут Конечно Ну ХЗ По камням Думаю Здесь Проеду Вот Брод Меня Этот Смущает Там Столько Заболоченности Ну Это Тенета Тина Камыши Бля Нет Там Что-то Глубоко Что-то По-моему Здесь Глубоковато И песок Не Ну Нафиг Время Восемь часов Вечера Потихоньку Темнеет На той стороне Загораются Леньки Деревня Устянга Тут я встал Прямо Возле воды Возле болота Залив Устянга Также Называется Ухта Устянга Развел Костер Сейчас Буду Ужинать Завтра Будем Исследовать Местность Дрова Как раз Пригодились Дров Здесь Абсолютно Нет Вообще Ну Так же Как и Деревьев Так что Если Поедете В эти Места Деревья С собой Какие Доски Там Дрова Что-то Надо С собой Брать Если Хотите Костер Все Уже Очень Плохо Видно Сейчас Будет Полная Тьма Тьмушая На сегодня Это Все Будем Заканчивать Съемку Всем Пока До Завтра Субтитры